Четвертый Всечувашский кинофестиваль «Ассам» начал свою работу. На протяжении трех дней жители республики увидят фильмы наших земляков, снятые за последние несколько лет. Вне конкурса покажут картины гостей из Башкортостана, Хакасии и Украины. Одним из первых любителей чувашского кино посмотрели документальный фильм режиссера Юрия Спиридонова «Я прошу вас снять фильм». Картина основана на реальных событиях. Главная героиня по имени Катя действительно просила снять фильм о ее судьбе. Но страшнее было бы сегодня просыпаться, когда ты чувствуешь, что тебя трогают. Ты закрываешь глаза, притворяешься дальше спяще, чтобы это быстрее прекратилось, и ты могла дальше уснуть. Я несколько лет, лет до 16, думала, что это нормально. То, что в каждой семье так. Судьба девочки, которую изнасиловал отец и которая за распространение наркотиков попала за решетку, никого не оставила равнодушным. Во время просмотра зрители еле сдерживали слезы. Яна Андреева знала Катю лично. Мы не были подругами, хотя были с одного этажа, но мы не общались. Она была странная, поэтому... Также родители у нее странные, поэтому мы с ней не общались. Я прошу вас снять фильм. Я смотрела до. Он очень интересный, поучительный для подростков. Еще один фильм, который посмотрели зрители в первый день кинофестиваля, драма «Подполковник Варламов слушает». Она о Великой Отечественной войне, о нелегкой судьбе людей того времени. Всего в программу ежегодного конкурса вошли 33 фильма. В их числе документальные и игровые. Впервые на кинофестивале пройдут презентации сценариев для потенциальных инвесторов. Таковыми могут быть как государственные учреждения, так и частные предприниматели. Если наши члены экспертного совета дадут грант, решат помочь, в следующем году мы увидим на свет новый игровой фильм. Печенги киносценариев проводятся во многих регионах. Член Союза кинематографистов Чувашии Елена Рябцева победила на конкурсе в Казани и сняла фильм «Юман». Теперь его показывают на мировых кинофестивалях. Уровень фильмов, как художественных, так и документальных, год от года растет. Министерство культуры, оно уделяет очень большое внимание развитию Чувашкино. И хочется отметить вклад Владимира Константиновича Корсакова. Он смог открыть в Чувашском государственном институте культуры специальность, которая позволяет готовить как режиссеров, так и операторов. В рамках кинофестиваля работают три площадки. В Национальной библиотеке, в Театре юного зрителя имени Сеспеля и в Чувашкино. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Бахтиар Велиев, Республика.